Друзья, всем привет. Матрасы. 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 По вашей просьбе мы обновляем обзор с матрасом, потому что, на самом деле, предыдущий уже стал неактуален. Матрасы полностью поменялись. Мало того, что поменялись ценники, так еще поменялись наименования, жесткости и прочее. Соответственно, та информация, которую мы давали, может быть, год назад, чуть побольше, она уже неактуальна. Как обычно, начинаем с матчасти. Мы находимся в Нижнем Новгороде. Кто его знает, не знает. Мы неугомонные просьбе. Самый большой YouTube-канал по товарам из Икеи. Во-первых, рекомендейшн. Сначала визуально смотрим матрас. Что нам больше нравится? Хотя визуально мне может нравиться вот это, но я по факту понимаю, что это вообще не моя история. То есть вот эти все выставочные образцы будут возле каждого матраса. Поэтому возле этой витрины, в принципе, можно долго не задерживать. Задержаться лучше возле вот этой. Как правильно выбрать матрас? Лягте на матрас и примите позу, в которой обычно вы спите. Это к тому, что я сейчас буду садиться, я не буду ложиться, нет смысла, потому что я не буду спать на этом матрасе. Я могу только сказать, ну, тогда по плотности, по ощущениям. Поэтому, когда вы выбираете матрас сами в магазине, ваша задача на него полноценно лечь. Если вы в магазин попасть не можете, будете смотреть наш обзор, либо просто выбирать на сайте, то для вас вот здесь, да, табличка. Табличка жесткости. Матрасы делятся на очень жесткие, жесткие, средней жесткости. Пружины у нас типа Банел, мы покажем, что за пружины, и пружины карманного закрытого типа. Матрасы все упакованы в рулон, почти все есть матрасы, которые не в рулоне. Здесь очень хорошая табличка соотношения веса и роста. То есть, вот, ну, Дим, да, получается, ты вот где-то в этом диапазоне, у тебя жесткий матрас должен быть. То есть, если за 100 кг превысишь или больше, то, соответственно, тебе уже нужен очень жесткий. Еще добавилась вот такая удобная штучка. Здесь все матрасы. Сразу можно посмотреть полное описание, ценник, и дальше уже идти выбирать на выставку, как говорится, тестить попой руками. Мы начнем тестить попой руками, начнем с самых бюджетных матрасов. Линейка Емна раньше была, сейчас она поменялась на линейку Огот Несс. 90 на 2 стоит 2 тысячи. Размер есть еще 80 на 2, часто берут к кушеткам, как бюджетный вариант. И метр сорок, то есть метр шестьдесят такого матраса нет. Давай разбираться, что здесь. Здесь, в принципе, неплохой слой пенополиуретана. С одной стороны он с поддержкой, ну и стандартная базовая сторона. Матрас односторонний, чехол съемный. Вот он, слой пенополиуретана. Мы с вами будем много смотреть пенополиуретана сегодня, но это самый бюджетный пенополиуретан, поэтому под весом он проминается. Это вот сейчас на кровати получается 90 на 2. Чехольчик такой жесткий, как бы стеклянный. При этом я рекомендую на него обязательно на матрасник, потому что все это со временем будет покрываться катышками, через простыни будете чувствовать. А за нам эти матрасы берут в съемник, ну куда-то, да, в съемное помещение, ну, либо на не сильно долгую эксплуатацию. Хотя, в принципе, эксплуатируются они неплохо. Попой сижу, доски не чувствую. То есть уже не провалилось. В принципе, он держит. Можно не подложиться? Чего нет? Нет, можно не нужно. Можно не нужно? Можно не можно. Сейчас ведь опять скажут, налетят хейтеры, что матрас попой не выбирают. Но мы не выбираем матрас, наша задача вам показать, какие есть матрасы. Мы уже матрас давно выбрали. Дальше идем по бюджетному сегменту. На самом деле сейчас это два матраса. Первый мы вам показали, второй матрас уже пружинный, тот был первым полиуретановый, это пружинный матрас Watson. Давай сначала вот сюда к ценничку. Размерчики 90, 140, 160, ценник 6, 8 и 9. Вот здесь как раз у нас пружинный банел, то есть это независимый пружинный блок. Вот здесь, наверное, проще будет показать, да? Ой, зависимый наоборот, говорю, что независимый. Из чего состоит данный матрас? Чехол, дальше небольшой слой пенополиуретана, матрасная ткань, пружины, которые одним общим блоком, и дальше опять матрасная ткань. Из плюсов, все-таки в этот бюджет входит нормальный, хотя бы более-менее пружинный блок. Как будет эксплуатироваться, не скажу. Из минусов. Если мы ставим, например, вот такого плана кровати, и у нас нет бокового, да, закрытия, то вот это все под нами сминается, и это будет постоянно, ну как тебе объяснить попроще, не особо удобно в эксплуатации, поэтому такие матрасы рекомендуем, чтобы хотя бы до середины доходил кроватный край, чтобы его более-менее можно было зафиксировать. Пружины пока чувствуются, они даже скрипят, поэтому... А если на краешках есть кто-то кому-то разработанное место? Ну, слышь, вот этот вот пружинный между собой, конечно, соприкасаются. Мест место быть. Ну да, раньше за 9 тысяч можно было хого купить. Вот так. А толщину видно, потому что за счет того, что пружинный блок, соответственно, больше нужно высоты. Я имею в виду разницу вот между этими матрасами. Но вы должны понимать, что это самый бюджетный матрас. И много сильно от него не ждать. Гарантия на данный матраса 2 года. Дальше переходим к матрасам уже с 10-летней гарантии. Мой любимый ховок. Сейчас с ними вообще очень-очень туго. На данный момент ховок есть в размере только метр сорок на два. Перед нами ховок очень жесткий. Плюсы ховока. Вот теперь пойдем разбираться. Сразу, да? Слой пенополиуретана. Пенополиуретана двойной. Матрасная ткань. Усиление. Пружины, независимые. Каждый в своем кармашке. И дополнительная боковая усиленная обвязка. То есть эти стаканчики еще допом усилены вот здесь по краям пенополиуретана. даже если просто его проминать, не промнешь. Взависимые пружины банал проминаются только в путь. Ну, тут, во-первых, количество побольше. Конечно, здесь пружин намного-много больше. Здесь количества нет, чтобы не бегать, не смотреть в каталог. И опять же, да, вот я сажусь, то есть я уже не пружин, ничего не чувствую. То есть комфортно. Ну, из среднебюджетного ценника Ховок один из самых лучших. Единственное, что фигово осталось именно с наличием. Так, дальше у нас какой Ховок? Ховок очень жесткий. Метр сорок. Да, это просто жесткий был. Нет, и это очень жесткий. Метр сорок за девять тысяч. И метр сорок за девять пятьсот. А, это очень жесткий, это жесткий. Все, туплю. Икея убрала средней жесткости матраса. Ты чего? Я тебя смотрю. А, на меня не надо смотреть, надо на матрас смотреть. Вот, кстати, мы с тобой говорили про количество пружин. Двадцать вверх. Количество витков, а, нет, пенополиуретан, сори, я туплю. Пружины карманного типа 190 пружин на один квадратный метр. Пенополиуретан вверх и нижний слой пенополиуретана разной плотности, плюс дополнительная набивка. То есть матрас более комфортный. Повторюсь, это один из моих любимых матрасов, он показал себя очень хорошо, в отличие от среднебюджетных. Вот оно, усиление, то есть дополнительное. Матрас точно так же, односторонний, его не получится повернуть на другую сторону. пружинка, каждый в своем отдельном кармашке. Каждая пружинка, особенно если мы говорим про семейную пару, в идеале выбирать матрас все-таки с независимым пружинным блоком, чтобы не чувствовать, как сосед ворочается туда-сюда по кровати, чтобы не мешать друг другу. Мы туда переходим или взаду тебя? Тут. Ну, пойдем. Матрасы новые, на них еще даже нет визуала. Вест Марка. Матрас очень жесткий и Вест Марка просто жесткий. По ценнику, вот если вы смотрели, Ховок он стоил метр сорок, девять пятьсот и девять, то это восемь пятьсот и девять тысяч. Пружинный матрас. Здесь пружины Банел, то есть точно такие же пружины, как в бюджетном матрасе, сером. Слой ватного наполнителя, пенополиуретан. Количество пружин, если найду, количество пружин не указано, есть только пенополиуретан и все. Давай тогда разбираться. Матрас новый, про него никакой информации нет. Будем с помощью. Теперь ложись. Так, сразу минусы. Не закрытый край. Вот. То есть здесь пружины сразу. Блох домой принесут. О, пружины, кстати, звучат. Хорошо звучат. Разность соседей, да? Да неплохо. Он держит. Он сильно прям пробивается. Нет, он не проваливается. Он меня хорошо держит. А есть на краешек давай. Есть такой эффект, когда вот ты опрокидываешься, когда на краешке лежишь. Нет, лежишь, когда на краешке. У тебя матрас не поддержит тебя, ты как бы скатываешься. Да, да, да. Вот он как раз этот эффект походу есть, да? На краешке не полежишь. На краешке не полежишь. Только середину. Не середину. Так, это был какой? Это был очень жесткий. Пойдем просто на жесткий. Он, кстати, двойной, не двойной? Двухсторонний, нет? Нет, он не двухсторонний. Ой! Ед совсем мягко. То есть, если вы не любите сильно мягко... Ложите все. Не буду я ложиться. Ну попробуй. Булов домой принесу. Ну, заваливаешься. То есть, здесь вот, если мы говорим про такие матрасы, здесь боковая обвязка у кровати должна быть более-менее высокая. А что потом-то растрепанная такая, да? Кто-то не сделаешь ради контента, да? Да. А матрасы хэтлевик и матрас хусвико. Я как понимаю, просто объединили в кучку. Матрас совершенно разных ценовой политики и разного наполнения. Вот смотри. Судя по тому, что хусвико осталось только метр 80, мой хэтлевик, скорее всего, выводит. Хэтлевик это следующий после хоуга матрас. Здесь у нас уже 229 пружин, пенополиуретан, хороший плотный слой. Я бы очень хотела найти все-таки это хакасен, это хэтлевик. Так, давай разбираться с хэтлевиком. В принципе, очень похож с хоуга. Он отличается количеством пружин и плотностью пенополиуретана. Пенополиуретана. О чем я здесь моргаю? Ну ты разговариваешь, он моргает. Да? Еще я не разговариваю? Значит, количество пружинных витков обсудили уже, 223. Хороший слой пенополиуретана. Матрас выходит из ассортимента. То есть, это его остатки. И он очень мягкий. То есть, ну даже, мне кажется, вот видно, да, как я до него села и он продавился. А вообще, у меня такое ощущение, что это неуман как будто был. Да нет, хэтлевик. То есть, хороший настолько слой пенополиуретана, что пружина вообще не чувствуется. Ощущение, что на пенополиуретан все. Дальше, хусвика. 90 на 2, он то и плюс 80 на 2. То есть, два размера. Чаще всего берут для кушеток. Ну, кушетки плюс односпальная кровать. Здесь у нас зависимый вооруженный блок, банел. Небольшое количество витков. Чем отличается от бюджетного серого? Самой тканью и слоем пенополиуретана. Фактически то же самое. Так, возвращаем. Пойдем к новым. Меня больше дома и матрасы интересуют. Я где-то вы и тогда еще несколько лет вы покажете. Так. Ховесунт жесткий. Разгон от 90 до 1,80 метра. Ценник перед вами. Кокосовое волокно, льняное волокно, пенополиуретан уже 25 кг на метр квадратный. И 235 пружин. То есть по пружинному блоку он еще более набитый. Ну, пока до этого не дошли. Ну, вот все-таки для меня самый плотный это ховок. То есть он как-то более сбитый, что ли. Хотя он более бюджетный. Кому-то жизненно необходимо кокосовое волокно. Есть клиенты, которым матрас нужен только с кокосиком. Давай сейчас найдем внутрешечку. Ховесунт у нас? Да. Вот он. Пружинный блок. Отдельные независимые пружины. Хорошая боковая обвязка. Дальше, да, у нас идут слой льна, слой кокоса и еще слой пенополиуретана. То есть такой вот бутерброд. Матрасик точно так же односторонний. То есть двумя стороны им пользоваться не получится. Здесь уже пружинка, ее чувствуется очень хорошо. Пошли к следующему матрасу. Харриет. Напоминаю, что у всех вот этих матрасов, которые мы сейчас смотрим, гарантия 10 лет. Харриет у нас разгон от 90 до 1,80 метра. Здесь сейчас 90. Лежит 16 тысяч. Давай смотреть, что здесь. За что денег просят? Во-первых, усиленный пружинный блок. То есть люди более тяжелого веса совершенно спокойно могут использовать данный матрас. Также слой кокоса. Хороший большой слой пенополиуретана. Боковая обвязка. И матрасик уже можно как будто бы использовать на две стороны. Сейчас посмотрим. Да, здесь хороший слой пенополиуретана. Его в принципе можно переворачивать. Плотненький. Ты в нем не проваливаешься. И ты садишься, и он тебя держит. Ну, скажем так, не за что переплатить по сравнению с обычным блоком. Ну, либо тем более с пружинным зависимым блоком. Так, вот это новые матрасики. А нет, матрасы не новые матрасики. Что-то Катяна Павловна тупит. Жесткий. И очень жесткий. Это вот как раз одни из самых дорогих матрасиков. На складе их нет. Только через выписку можно получить. Разгон от 90 до 1,80 метра. Давай разбираться. За чуть денег просят. Потому что, например, 1,60 метра стоит 48 тысяч. Во-первых, пружина карманного типа 218 штук на квадратный метр. Укрепленный край. Большое количество натуральных материалов. Сверху латексная пена, которая будет держать. И кокосовое волокно плюс натуральный латекс. Сейчас нам его надо найти в разрезе. Даже образец тяжеленный. Усиленные, с цепкой, металлической, дополнительные сами пружины. Хороший слой. Кокосовый слой. И слой латекса. Очень взбитый. Прям плотнющий. Да. На него даже на краешек можно просто присесть. Это с него не проваливаешься. Но опять же, это один из самых высоких матрасов. Нужно учитывать. Если у вас кроватная кровать, низковатая, чтобы не получилось так, что вы как на пьедестале будете спать. Это толстый матрас. То есть, чтобы все это спрятать, тоже нужно... Не знаю. Возможно, мои впечатления были обманчиваны. Но. Но что-то похоже на Хилтоне. Матрасы. Да. Надо, значит, еще раз поселиться в Хилтоне, чтобы понять, какой матрас. Но это не точно. Потому что я помню, что это было боковая поддержка хорошая. Но на самом деле для гостиницы уже очень много производств, которые работают. Так. Это просто жесткий. Вот смотри. Если вернуться к тому, какая была комбинация раньше, средней жесткости и жесткий. Вот просто жесткий стал средней жесткости. То есть для тех, кто любит более воздушный. Очень жесткий, фактически. Это, если сравнивать со старым обзором, просто жесткий. Так. Мы с тобой показали ровно половину матрасов. У нас еще 8 штучек. А ты говорила, что ассортимент немножко сократился? Я сказала, что ассортимент очень сильно сократился. И выбирать сейчас, ну, мало чего. Хелестат. Это сейчас у нас, Дмитрий Юрьевич, самый популярный матрас. Он не в рулоне приходит. Хелестат точно так же двух жесткостей. Средней жесткости и жесткий. То есть хелестат остался не тронатым. Разгон 90-80 метров. Сегодня мы вот такой средней жесткости заберем. Мы решили вспомнить молодость и сами еще и заказы забрали. Давай разбираться. За что денег за хелестат просят? Вообще вот у меня есть один такой классный критерий. Оценки матрасов. Я не знаю, помню, что я эту клиентку или нет. Оля Емельянова, она в положении, будучи где-то в середине срока беременности, купила вот этот матрас. Она сказала, что наконец-то я могу спать. То есть для меня это критерий, что на самом деле это один из лучших, удобнейших матрасов. Давай разбираться, что в этом матрасе у нас живет. Во-первых, вверх очень хороший слой латекса. Может быть ты сюда, я туда к этому? Давай. Покудобнее будет. Так, давай разбираться. Значит, вверх пенополиуретан. Вверх 25 килограмм на кубический метр. Низ 28. Латексная пена. Потом идут пружины. Карманные 190 пружин. Толщина у него 27 сантиметров. То есть за счет слоя, плюс боковая хорошая вязка. За счет слоя пенополиуретана и слоя латекса матрас обеспечивает очень хорошую комфортную поддержку. То есть он вас по факту держит. Он, конечно, не с эффектом памяти, он вас не запомнит. Но спина на нем отдыхает. То есть вы как в люлечку у него проваливаете. И это средняя жесткость. И пойдем посмотрим жесткие. Ваш товарищ. О, без пленки. Даже без пленки. Ну, нужно же было тебя чем-то порадовать. Так, пенополиуретан вверх 25. Дальше. Пенополиуретан с эффектом памяти уже 50. Плотность и пружина 190. В основном все-таки этот матрас берут жесткий. То есть те, кто любит поплотнее. То есть у него прям разница ощутимая. Если ты садишься на средней жесткости, ты в него так ух проваливаешься, но он тебя держит. Если садишься в жесткий, то он тебя прям хорошо плотно держит. Все слои показал. Катя, здесь уникальная возможность показать даже пружину. Вот она, каждый в своем стаканчике. Так, смотри. Кармошки. А я сказал, что стаканчик? Урюбнички. Матрас пенополиуретан. Осванг. Он пришел на замен другим пенополиуретанам и матрасам. Мы его показывали в новинках. То есть это что-то среднее между Малфорсом и Мускультом. Хороший слой пенополиуретана. Разгон по размеру от 80 до 160. Соответственно, его используют точно так же для кушеток. Пенополиуретан. Плотность 28. Ячеистая поверхность вентилирует и, ну, условно, снимает якобы мышечное напряжение. Этот матрас можно использовать на две стороны, как вам удобно. Потому что вот эту ребристую поверхность не все любят. Я вот, например, не люблю, потому что у нас дома Малфорс, Мускультом, у нас Мускультом. Вот эти вот выр-выр-выр мне не очень нравятся. Мои массажный эффект такой не шибко. Разбег цены от 4 500 до 9 000. Опять же, если мы берем пенополиуретанный матрас, у нас должен быть высокий, наоборот, низкий край у кровати. Очень хорошо подходит к кушеткам. Малвик. Это уже старый ребят серия. Она выходит из ассортимента. Сейчас размер метод 80 только. И цена-то у него соответствующая 12 000. Малвик. Это пенополиуретан. Определенной кубической формы. Вот это именно шоколадная резка. И вентилирует комфортный микроклимат и разгрузку по спине. Один из лучших пенополиуретановых матрасов. То есть он гораздо дольше эксплуатируется и очень хорошо держит спину. По взрослым матрасам, дружи мои, все. Тут матрасы уже для раздвижных детских кроватей. Так, с учетом того, что сейчас отдел не полностью наполнен, нам сейчас дали информацию, что в апреле будет очень много новинок. Здесь представлены детские матрасы, которые идут именно к раздвижным кроватям. Ну, как правильно Дима сказал, раздвижную матраску, раздвижную кровать совершенно спокойно можно потом на кушетку использовать. То есть с одной кровати перекинуть на другую. Поэтому ждите, в апреле будет обзор по новинкам вообще всех матрасов, которые придут, придут очень много. Поэтому пока кто, например, выбирает, но еще есть на чем спать, потерпите чуть-чуть. Купите в апреле, будет очень... То есть и выбор большой, это соотношение цены и качества. Потому что сейчас либо дешевые, либо дорогие матрасы. Ну, ты говорила, что еще ожидается повышение цен. Будет ли такое как раз новое матрасы попадут под повышение? Человек, допустим, может быть, такая ситуация, повязать ее, а будет ожидать в апреле этот матрас, допустим, новинка, да, а на цена может стать неподъемной. Нет, но вот сейчас, опять же, да, консультант там взяла, Марина сказала, что придет именно среднебюджетная. Вот, вот это надо было уточнить тебе, потому что, стоит ли подождать или нет? Смотри, вот сейчас среднебюджетных матрасов как таковых нет. Ховок в ограниченных размерах и матрасов в ценнике в районе 10 тысяч выбрать не из чего. То есть большой приход ждут именно среднебюджетных матрасов. Посмотрим, поживем, увидим, что это. Давай закончим, будем дышать. Давай. Так, детские матрасы. Это я уже покажу. Рассказать, что внутри? Да-то рассказываю. Здесь у нас пенополиуретан, то есть вот точно такой же, какой мы смотрели с вами предыдущий сейчас матрас, начиная от 4500. Здесь разница в чем, что у вас есть разделение. Вообще, совсем бюджетные матрасы для раздвижных кроватей я брать не рекомендую. Лучше чуть потолще. Да, то есть ценник 6, 8, 7, ну хотя в принципе сейчас вот здесь представлены бюджетки-то совсем нет. Я хочу сказать по своему опыту, почему рекомендуем брать даже и желательно, наверное, пружинный. Вам неоднократно придется спать на этой кроватке. Да, у нас был такой опыт. Поверьте нашему опыту, начиная с метр шестьдесят, по-моему, да, Маленькая? Да, метр тридцать. Поверьте, вы уместитесь в этой кроватке и будете спать до утра. Ну смотри, когда Аленка родилась, мы с ней это делали ремонт, и почти два месяца вдвоем спали на этой кроватке. Я и новорожденная Лялька. Да, мы с Татьяной Павловной по очереди засыпали. И кто укладывает, потом с ним. Да, кто последний, тот и до утра живет с ребенком. Жил. Да сейчас благо выросли. В общем, смотрите, на самом деле, три вида пенополиуретана и один вид пружинно. На чем я сижу, самый дорогой, Омсин, стоит 11 тысяч. Здесь пружинный блок, здесь независимые пружины, здесь у нас дополнительно усиление пенополиуретана. Еще такой лайфхак, держите от нас, не благодарите. Матрасы, во-первых, все двухсторонние. Обязательно нужно просушивать, проветривать. И, а если вы, например, сейчас берете и используете метр шестьдесят, одну половинку, вот эту маленькую, уберите, запакуйте. Они желтеют очень быстро, пачкаются и так далее. Это у нас такой личный опыт был, поэтому запакуйте, спрячьте, но только потом не забудьте. Здесь есть фиксаторы, поэтому матрас между собой не ездит. Ну, к ним я рекомендую только натяжные простыни, чтобы у вас все это было хорошо скомпоновано, хорошо, чтобы все было сжато. А дальше матрас с зависимым пружинным блоком стоит 7500. Здесь, в принципе, стандартная зависимая пружина. Вот тут бы я уже рекомендовала, если, например, вы понимаете, что это вам не по бюджету, топим в сторону пенополиуретана. Потому что все пружины чувствуются, и такого комфорта для спины нет. Я не против зависимых пружин. Но когда есть выбор по ценнику между зависимой пружиной пенополиуретана, лучше взять пенополиуретан. То есть пены более комфортно и пользы больше. Давай сейчас вернемся опять к пенополиуретану. Если мы говорим про кровать, которую вы планируете стопоплотировать, ну, там 3-4 года, чем многие берут временно, раздвижную кровать, потом продают. Берите ВИМСик 6000, нормальный слой пенополиуретана. Если вы планируете на длительное, тогда уже рассматриваем матрас в диапазоне 8000 на ЦМИК. Он будет более комфортный, и его по эксплуатационным качествам хватит на дольше. Я не говорю, что у вас наступит гарантийный случай, но все-таки комфортно спать, когда матрас удобен, а не когда он уже превратился в тряпочку. Здесь у данного матраса в чем преимущество. Мы сейчас с вами рассматриваем на ЦМИК 80 на 2, стоит 8000. Очень хороший слой пенополиуретана. Вот реально по ощущениям, что он, что матрас с независимым пружинным блоком примерно по ощущению одинаковый. Поэтому, друзья, матрасы в этом году еще будут. Сейчас февраль 2022 года, апрель-май, в зависимости от того, как будут приходы, мы вам переснимем еще этот обзор. Почему снимаем сейчас? Потому что многим вопрос актуален. Горячий вопрос, то есть спать нужно на чем-то здесь сейчас. Это не будет ждать, когда там в апреле-май обновится выставка, обновится наличие матраса. Ну и повторимся, наверное, мы это неоднократно говорили. Если у вас пружинный матрас не вышел на соответствующий размер, рекомендуем хорошенько его встряхнуть. Большая вероятность того, что внутри матраса закусились пружины и, соответственно, не выдавал такой размер. О чем сейчас Дмитрий Викторович говорит? Матрасы идут в рулонах. Они все очень плотно скручены. Машины способны, но есть закручиваются. И при развертывании матраса бывают лучи, редкие, но, не знаю, может, 5% и 100%. Даже меньше. Что возможно быть, там пружины между собой закусились. И, соответственно, матрас может быть не метр шестьдесят, а метр пятьдесят восемь или пятьдесят пять или пятьдесят четыре всякие длины. Ну, очень меньше, боль. Не того размера. Не сразу, не бегите, не ругайтесь, не сдавайте матрас в окею. О чем сейчас Дима говорит? Покажу наглядно. Давай возьмем вот эту третюшку. Вот, смотрите. Матрас пришел вот в таком вот скученном, крученном виде. Вы его раскрываете. Бенополиуретан встает на место сразу, но в идеале все-таки хотя бы сутки пене встать на место. Пружине 72 часа, желательно в это время не спать. И может какая-то пружина внутри закрутиться, то есть она не расправилась. И матрас может вот здесь быть кривоватый, вот здесь. Это, такие моменты имеют место быть. Еще и из нюансов эксплуатации. Многие очень любят кокосовые матрасы из кокосового волокна. Окей, ребят, но будьте добры обеспечить для кокосового матраса условия. То есть кокосовый матрас, например, нельзя оставить в доме, который у вас не отапливается зимой. То есть там обязательно нужно держать температуру. В противном случае все это начнет разрушаться, и матрас придет в негодность. Поэтому прежде чем начинать выбирать матрас, подумайте, у вас стабильная температура в квартиру или в дом, это тоже имеет значение. Если в дом, круглогодично ли он у вас отапливаемый. Поэтому порой бывает так, что клиент приходит, берет дорогущий матрас, на котором у нас сел спит 2-3 раза в год, но здесь тоже не совсем эффективно. То есть соотношение цены-качество эксплуатации тоже, пожалуйста, учитывайте. Дмитрий Юрьевич, вам не что добавить? Только пишите комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. Это лучшая награда для нас за нашу работу. Ну все, друзья, пока.